Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим об озимом чесноке, потому что осень – это время посадки чеснока. Какие нюансы помогут получить на богатый урожай? Чтобы наша голубка была примерно 30-50 грамм, а 100 и более, даже 180 грамм. Достичь этого реально, вы видите перед вашими глазами. Что для этого необходимо сделать, как постараться? Давайте будем разбираться вместе. Ну, первое – выбираем сорта. Ну, значит, не все огородники знают, что на роду со сортами, которые стрелкуются, есть сорта не стрелкующие. Чем сорта не стрелкующиеся, для нас будет предпочтение, почему можно отдать этим сортам. Если вы очень заняты, или вы лодрик по-русски, ну, по-белорусски гультай, значит, садим сорта, которые без стрелок. Вам не придется впоследствии сторожить, чтобы этот сорт, ну, ломать стрелки. Он просто растет, растет, его останется посадить и выкопать. Вот две работы, которые необходимо сделать с этим чесноком. Ну, вот передо мной сорт Кличевский. Тут, значит, в одной головочке, где-то 8-13 зубков. Ну, сорт, чем он интересен, такие вот красивые луковички, вот такие вот, и идут в несколько родов. Ну, для посадки сортов, которые не стрелкуются, используется только наружный рад. Внутренный рад не используется. Почему? Потому что не стрелкующиеся сорта зимнего чеснока, они с середины зубков дают только однозубку. Ну, и приходят тратить, что год, и что раз садить, только после этого они начнут стрелковаться. Ну, два года ждать луковицу, сами понимаете, что это как бы не очень хочется. Вот, ну, эти сорта, чем они хороши еще? Вот, что они созревают где-то на неделю раньше, чем сорта со стрелками зимы. Вот, это один нюанс. Второй такой момент, что эти сорта могут лежать в хранении до апреля месяца. Сорта со стрелками обычно до начала марта, а вот эти до апреля месяца могут храниться. Ну, и что самое интересное, конечно, по этому чесноку, что он имеет более нежный, приятный аромат и вкус, чем сорта со стрелками. Он и такой резкий. Поэтому, если вы любите салаты, и не ходите такого резкого запаха чеснока, берем сорта, который без стрелок. Вот сорт Кличевский, это ранний сорт чеснока. Вот эта головочка, что я держу в руках, это где-то примерно 120 грамм. 120 грамм – это головочка, поэтому результативность очень хорошая у этого сорта. Его можно смело выращивать на ваших участках. Ну, теперь перейдем к сортам, которые стрелкуются. Со стрелкующих сортов я хотел бы обратить ваше внимание на такой старый сорт, который мы распространяем, как грибовский. Вот грибовский перед вами. Головочки тоже хорошие, крупные. Где-то среднее число зубков 6-8 у этого сорта. Такие прожилочки идут по луковичкам. Но сорт прекрасный. Прекрасный сорт по вкусовым качествам. Это ранний сорт. Почему ранний сорт, я вас интересую, но я чуть позже расскажу, акцентирую внимание по ранних, средних и поздних. Вот. Ну, сорт прекрасный, устойчив к болезням в наших условиях. И вот он старый уже сорт. Он где-то с 69-го года как районирован. Но, тем не менее, я от этого сорта не отказываюсь. Его выращиваем на своем участке. Еще один сорт раннего чеснока, который... Азима раннего чеснока, который я хочу вам порекомендовать. Это наш белорусский сорт Полет. У него, видите, фиолетовые луковицы. Сорт очень такой ядронный. Очень крепкий это самое. Поэтому, знаете, хотя считается вообще, что все фиолетовые чесноки с фиолетово-крашенными луковицами, они более крепкие, чем с белокрашенными луковицами. Ну, конечно, есть очень хорошие сорта. Вот старовиленские, видите, какая луковица, зубки высокие, крупные. Сорт тоже прекрасный. Это тоже средняя группа сортов. Но, что я хочу сказать, это самое по сортах. Это еще назвалось сорта ранние. На моем участке, как бы я выращиваю, каждый год испытываю разные сорта. Вот, даже сорт Звартнос. Это сорт польской селекции. Ну, если посмотрите, его луковицы очень некрупные. Ну, по сравнению с этими сортами, что я вам показывал, а не луковицы, конечно, разница в размере луковиц есть. И существенная. Секрет очень простой. У нас в поле сорт ранний. Вот у него максимально 9 листьев. Звартнос – сорт позднеспелый. У него 11 листьев. Мощнейшие растения стояли. Но выкопаны они были в одно время, а были убраны. И вот за счет этого разница очень существенная. Хотя, если бы свартнос себя выкопал хотя бы на 2 недели позже, когда листья уже пожелтели бы, урожай луковиц был бы намного-намного больше. Вот. Но урожай луковиц был бы примерно вот такой. Вот такой были бы луковицы по 180 грамм. Вот такие луковицы были бы у свартноса. Ранняя выкопка. И, как видите, он не впечатлил. Выбираем сорта по вкусу, соответственно, со стрелками или без стрелок, и, соответственно, по вкусу, поострее и помягче. Выбираем сорта. Ну и еще как бы многие наши огородники. И что там смотрят на размер бульбочек. Ну так вот, в бульбочке, как бы сорта полет крупная. Их мало бульбочек. В соответствии, у грибовского бульбочек много. Поэтому, чтобы его выращивать, его приходится отдавать больше усилий, чтобы вырастить хороший севок. Редкая посадка севка, надо у грибовского, чтобы они выросли более крупные луковички. Больше подкормки. И тогда быстрее получим товарную луковицу. Ну и вот что я хотел бы отметить. Ну, сортами мы выбрали. Определяемся со сроками посадки. Я вот в интернете наблюдаю. Я сажу перед замерзанием почвы и получаю хорошие результаты. Тут кто-то садит за 2 недели, за 3 недели. А есть ли разница? А очень существенная разница. Вот смотрите, я вам покажу. Сейчас на сорте грибовский. На сорте грибовский я покажу вам разницу в размере. Вот чеснок, который был высажен 25 октября. То есть даже для условий Беларуси это не очень поздно. Вот чесночина, которая была высажена 15 сентября. То есть на месяц раньше. Размер луковиц. Как? Вы поняли, в чем разница? Чем мы позже садим, тем мы больше избавляемся от богатого урожая. Крупных луковиц у нас будет все меньше, 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 меньше. Поэтому я понимаю, что можно чеснок садить даже в условиях Беларуси и под Новый год, и в декабре, и в ноябре можно садить. Но уже большая луковица, такой вот крупной, хорошей, вы уже не получите никогда. Поэтому запоминайте этот нюанс. Вообще, я экспериментировал один год. Высаживал чеснок 25 августа. Ну и что же? Чеснок дал прекрасные результаты. Моршная корневая система. В основном, эти посадки, ну, как бы, козня, летняя или ранняя, осенья назвать, дали очень хорошие сходы, мощные и, соответственно, хорошую луковицу. Так что решайте сами, когда вам высаживать ваш чеснок. Сорт мы выбрали, сроки мы выбрали, значит, не забывайте, готовим гратку. Готовим гратку. Ну, гратка для чеснока готовится, я уже в своих роликах неоднократно рассказываю. Все делается очень просто. Перегноя, ведро, можно даже и два дать, если вас хватает, перегноя. Перекапывается, добавляется зола, опять же слегка заделывается в почве, делаются родочки. Делаются родочки, и ставится чеснок. Но тут, опять же, давайте будем разбираться. Вот все гратки у нас, в основном, прямоугольные идут. Ну, и вот кто-то садит, как бы, на всю длину, на всю длину прямоугольной гратки. Идет в длину, гратки родочки. Кто-то садит по перу. Ну, и вот дискуссия идет такая между овощеводами, что вот, вы, мол, не садите по перу гратки, вы затеняете чеснок, затеняете все. Но унесу ясность в этом вопросе какую. Ясность следующее, что если у нас чеснок садится где-то в более северных районах, даже в нашей Белоруссии, то родочки лучше располагать с севера на юг. Для того, чтобы почва просыхала, чтобы в обед почва просыхала, и нашему чесноку было комфортно. Если мы чеснок садим где-то на югах, его садят с запада на восток, то есть, чтобы каждый раз затянял следующий ряд. Ну, а если у нас средняя полоса, даже у нас в частности Беларусь, значит, уже такое, мы садим чесноки, как нам получится. Уже точно, строго с севера на юг, нам нет необходимости. У нас может быть это самое северо-запада, вот на юго-восток, и может и другие быть. Это уже как бы смотрит по нашим градкам. Но, и замечу, из того, что можно иметь на градках, при одинаковом расположении между родами, я даю между родами 25-30 сантиметров, и между зубками не менее 15 сантиметров, я вот заметил такую особенность, что если мы садим по перу кратку, мы высаживаем на 25% больше зубков, чем при посадке в поперечном направлении. То есть, если я хочу положить больше луковиц, я буду садить по перу кратку. А при агротехнике одинаковые, они дадут одинаковый урожай. Ну, смею заметить, мой многолетний опыт это подтверждает. Поэтому эта дискуссия, как садить по перу кратке или в продольном направлении, не имеет совершенно никакого смысла. Как бы мы не старались доказаться. Мой многолетний опыт это уже подтвердил. Что дальше необходимо помнить? Ну, сделали кратку, подготовили кратку, не успеваем, например. Мы где-то были в командировке, где-то были все, но не успели мы кратку сделать, надо срочно, вот уже и чеснок присылать, гратка не готова. Ну, в таких авральных случаях, значит, что мы будем использовать тогда, и можем и перегон использовать, но почву очень желательно добавить в фитонцидные растения. Что можно добавить в почву для посадки чеснока? Почву для посадки чеснока мы добавляем бархатцы, тот же тагитес, добавляем календулу, настурцию, зеленую массу, и зеленую массу георгин. Именно эти четыре культуры дезинфицируют почву и как бы отгоняют прочь и болезни, и вредители. Просто-напросто мы измельчаем, неважно, то ли ножницы, в которых мы овеча встригаем, я их неоднократно показывал в своих роликах, то ли измельчаем лопаты, как-то измельчили, заделываем почву вместе с перегноем, это будет дезинфицировать нашу почву. Запоминайте, четыре растения, повторяющие еще раз. Бархатцы, календула, настурция, георгина. Эти четыре культуры помогут улучшить микрофлору вашей почвы. Ну и само собой, инфекция может сохраняться не только в почве, но и в луковице. Поэтому наши луковицы мы будем обязательно обрабатывать. Разбираем зубки именно в день посадки, раньше не надо, иначе они подсохнут, донцы у них, и чеснок будет, сказать, очень плохо. И замочим в водном растворе сенной палочки. Замочили в водном растворе сенной палочки. Это дезинфекция, это не химия. Кто-то, конечно, применяет и химию, но если так быть из химии, сенная палочка вам в помощь. Ну, замочили, шесть часов помока в сенной палочке, после этого ваши зубки уже будут точно устойчивы к болезням. Обработали, ну и будем высаживать. Ну, чеснок, значит, почва должна быть рыхлая. И старайтесь так, что многие как бы делают, силы заталкивают зубки в почву. И этим травмируются. Вот, значит, вы недостаточно прокопали вашу почву. Хотя почва для чеснока готовят на глубину всего лишь 20 сантиметров. Зубок должен свободно уходить в почву. Высадили зубки. А вот дальше вы же тоже хотите богатый урожай. Родочки, что нет, засыпаем. Мы перегнули не шли, залу не шли, те же бархатцы мы уже не шли. Как бы уже все сделали. А вот еще не все сделали. Прогресс не стоит на месте. Мы еще каждый родочек с посаженным чесноком прольем таким препаратом, растим овощи, процветок. Растим овощи, процветок мы проливаем каждый родочек. Что нам это дает, этот пролив? За счет микроробов, которые есть в этом препарате, наши зубки будут дезинфицироваться. Почва дезинфицируется. Далее растим овощи, процветок, простимулирует рост мощной корневой системы. А это также немаловажно для нашего урожая. Ну и, соответственно, он послужит... За счет того, чтобы разлагаться в почве более доступные элементы, почвенные агрегаты, значит, мы будем получать более хороший урожай. Поэтому такая бутылочка при проливе чеснока на зиму создаст прекрасные результаты и вас порадует весной богатым урожаем. Ну а далее, что мы сделаем, что я неоднократно уже говорил? Чеснок мы можем замульчировать. Ну, можем замульчировать там, где нет посаженных, чтобы замульчировать, где нет ветру. Где нет ветру, там мы замульчируем чеснок. Это может быть солома, это может быть опилки. Это все можно использовать. Но можно сделать еще проще. Садим чеснок и сразу в междурадях его высеваем овес. Высеваем овес. Овес прекрасно всходит. И потом зимой он послужит живой мульчой для нашего чеснока. Наш чеснок никогда не вымерзнет. Ну и чуть возвращаясь назад, как бы перескочил. Если осенью почва очень сухая, то каждый родочек, вот если не проливать растим овощи, пролейте хотя бы только чистой водой, для того, чтобы зубки были во влажной среде, чтобы они быстрее укоронялись. Проливаем родочек, посадили чеснок, пролили, после этого мы засыпаем уже почвой. Если вы сделаете так осенью, то есть выберете сорта, подготовите правильно почву, обработьте зубки, прольете почву растим овощи, начнете надеться уже на богатый урожай в следующем году. Чего вам и желаю. Если вам это понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в наши магазины. Там можно купить много разных сортов чеснока. Удачи вам! До свидания!